Эфир ОТС продолжает программа «Спортобзор» в студии Александра Ширудила. Здравствуйте! В ближайшие минуты обсудим главные новости профессиональных команд нашего региона. Хоккеисты Сибири готовятся к продолжению сезона уже со стадии плей-офф. Напомню, на винувших выходных КХЛ объявила о завершении регулярного чемпионата досрочно, а в таблице команды распределили по проценту набранных очков. Решение еще должен утвердить совет директоров лиги, но вероятнее всего это лишь формальность. Как в Сибири восприняли эти новости, мы узнали у самой команды. Тренировка Сибири в феврале частично закрытая от прессы, ведь клуб уже ведет подготовку к играм плей-офф. И пусть соперник определился лишь пару дней назад, зимние сборы идут по намеченному графику. В клубе словно заранее приготовились к тому, что возможно любое развитие событий. Хотя в итоге лига все же нашла, чем удивить новосибирскую команду. Ну, наверное, предполагалось, что мы не будем доигрывать, потому что все равно так все между собой разговаривали, что, скорее всего, сразу начнется плей-офф. Конечно, удивились, что вышли на Уфу, потому что, в принципе, все предполагали, что будем играть в Казани. По сути, нам, наверное, не принципиально с кем играть. У нас стоит задача, первый клуб обязательно пройти надо. Приложим максимум усилий к этому. Расположение команд в таблице изменилось из-за двух решений. Первое – это отмена технического поражения Салавата за матч с «Трактором», когда уфимцы не смогли играть из-за ковида. А второе – расчет процента набранных очков, который поднял Салават Юлаев выше Акбарса и свел с Сибирью. Теперь клубы готовятся к почному противостоянию. Но в какой форме команды выйдут на лед, предположить невозможно. Ведь до старта первого раунда будут лишь контрольные матчи. У Сибири это всего два поединка с ЦСКА в середине месяца. Ну, желательно, конечно, было сыграть, но у всех свой график подготовки. С кем смогли договориться, с теми смогли договориться. Да, хотелось бы, конечно, побольше матчей сыграть. Но ведутся еще переговоры, возможно, еще один-два контроля в матче найдем, но не более. Понятно, что нынешняя ситуация из ряда вон выходящая для всех команд лиги. В каком состоянии будут игроки после затяжных зимних сборов? Как вольются в состав участники Олимпиады? Ответы на эти вопросы мы узнаем только в матчах на вылет, где нет права на ошибку. Своеобразная рулетка от КХЛ. Старт плей-офф намечен на 1 марта. Баскетбольный клуб Новосибирск нашел усиление на завершающую часть чемпионата Суперлиги. Состав команды пополнил Юджин Лоуренс, 35-летний разыгрывающий, долгие годы выступавший в европейских чемпионатах. Новичок клуба, безусловно, должен стать центральным игроком в системе Михаила Терехова. Несмотря на свой возраст, Лоуренс действительно способен усилить команду перед стартом плей-офф. За свою карьеру американец поиграл в клубах Словении, Чехии и Германии, неоднократно признаваясь лучшим игроком и пасующим сезона. Кроме того, в активе баскетболиста богатый опыт игры в Еврокубках. Напомню, в таблице Суперлиги Новосибирск идет в зоне плей-офф, однако команда с 5 по 11 место разделяет всего 4 очка. А значит, основная борьба за выход в весеннюю часть чемпионата еще впереди. Долгожданную победу одержали хоккеисты Сепсельмаша. Наш клуб в противостоянии аутсайдеров Суперлиги сумел на выезде одолеть Кировскую родину со счетом 7-4. Матч получился весьма упорным. Новосибирцы быстрее вошли в игру и первый тайм провели с преимуществом, логично отобразившимся на табло. 4-1 к перерыву. Однако после серьезного разговора в раздевалке хозяева нашли в себе силы переломить ход матча. Родина сумела сократить отставание до минимума, так что развязка встречи наступила уже в последние 10 минут. Сепсельмаш трижды огорчил хозяев поля, на что те ответили лишь одним голом. Отмечу, что в этой встрече впервые мячи за новосибирский клуб в карьере забили Азаренко и Целищев. Волейболисты Локомотива готовятся к двухматчевой серии игр в Лиге чемпионов. Новосибирцам на этой неделе предстоит провести ответные поединки против лидеров группы, оба на домашней площадке. Первыми на Локомотив-арену пожалуют гости из Италии Чеветанова. В первом матче фаворит уверенно переиграл новосибирский клуб дома 3-0. Однако ответная встреча должна стать шансом для Локомотива вклиниться в борьбу за выход из группы. Ведь разница частовых поясов уже будет работать на российский клуб. Эта встреча состоится 9 февраля, начало матча в 19.00. Второй поединок железнодорожники проведут в субботу против ЗАГСы. Напомню, этот матч изначально должен был состояться 26 января в Польше, но был перенесен в Новосибирск из-за коронавируса в стане действующих победителей Лиги Чемпионов. Эта встреча на Локомотив-арене станет тестовой для нашего города в рамках подготовки к Чемпионату мира по волейболу. На сегодня это все о спорте. С вами был Александр Ширудила. Оставайтесь на ОТС и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова